Беседа 11. Римлянам 6.5 Ибо если мы соединены с ним подобием смерти, его, то должны быть соединены и подобием воскресения. О чем я говорил уже выше, о том скажу и теперь. А именно, что апостол в послании к римлянам часто переходит к нравоучительному слову, не так, как в остальных посланиях, которые он разделяет на две части. И первую назначает для догматического учения, а вторую – по печенью о нравах. Но здесь не так, а попеременно делает это на протяжении всего послания. Точно слово его было хорошо принято. Итак, он говорит здесь, что существует два умершления и две смерти. Одно умершление совершает со Христом в крещении, а другое должно совершаться нами посредством нашей деятельности после крещения. То, что в крещении погребены прежние наши грехи, составляет Христов дар. А пребывание после крещения мертвыми для греха – это должно быть делом собственного нашего попечения. Хотя и здесь, как увидим, с его боли помогает нам Бог. Крещение имеет силу не только заглаждать прежние согрешения, но и защищает от будущих. И как для заглаждения прежних грехов ты принес веру, так и для того, чтобы опять не скверняться грехами после крещения, ты должен обнаружить перемену в усердии. «Советая это самое, апостол и говорит, если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Заметил ли ты, как он возвысил слушателя, возведя его прямо к самому Господу и стараясь доказать большое с ним подобие? А чтобы ты не стал возражать, апостол не сказал смерти, но подобие смерти, так как в тебе не самая сущность умерла, а умер греховный человек, то есть порочность». Не сказал также апостол, если мы приобщились к подобию смерти. Но как говорит, если же мы, соединены с ним подобием смерти, намекнув словом насаждения на плод его в нас, как Христово тело, погребенное в земле, принесло плод спасения мира, так и наше тело, погребенное в крещении, принесло плод, правду, освящение, усыновление и бесчисленное благо, а впоследствии принесет и дар воскресения. И так как мы погребены в воде, а Христос в земле, ты в отношении греха, а он телом, то апостол не сказал с насажденным быхом смерти, но подобию смерти. Потому что хотя то и другое есть смерть, но не в отношении к одному и тому же. Здесь он разумеет и будущее воскресение, так как выше, когда рассуждал о смерти, он говорил, «Или не разумеете, братья, что все во Христа крестившиеся в смерти укрестились». Он ясно ничего не сказал о воскресении, но о жизни после крещения, повелев входить в обновленной жизни. То здесь, употребив то же выражение, предвозвещает уже нам о будущем воскресении. А чтобы ты понял, что апостол говорит именно о будущем воскресения, а не воскресении, в крещении, он сказал, «Если же мы погреблись с ним подобием смерти соединены», и не сказал, что и подобию воскресения будем посажены с ним, но просто, и будем иметь подобие воскресения, чтобы ты не разразил, если мы не умерли, как умер Христос, то как же мы воскреснем, как он воскрес? Апостол, когда упомянул о смерти, не сказал с насажденной смерти, но подобию смерти. А когда говорит о воскресении, не сказал подобию воскресения, но и самого воскресения будем. И опять не сказал «были», но «будем», указывая этими словами не на бывшее уже, но будущее воскресение. Потом, желая сделать свою речь достоверную, он указывает на другое воскресение, совершающееся здесь прежде будущего, чтобы ты по-настоящему уверовал и в будущее. Сказал именно «зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Здесь апостол представил вместе причину и доказательство будущего воскресения. И он не сказал «распялся», но с ним распялся, сближая крещение и крест. Так и выше он говорил, что по подобию смерти его, чтобы упразднено было тело греховное, называя так не это наше тело, но всю порочность. Как именем ветхого человека он называет вообще все зло, так телом ветхого человека опять называют зло, слагающееся из разных видов порока. И что сказанное не мое предположение, послушай, как сам Павел объясняет это далее, сказав «если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, желая, чтобы тело было мертво, но не в том смысле, чтобы оно разрушилось и погибло естественной смертью, а в том, чтобы не грешило». И дальше апостол еще более разъясняет это, говоря, «Ибо умерший освободился от греха». Это апостол говорит о всяком человеке, потому что как умерший освобожден от греха, уже тем самым, что лежит мертвым, так и вышедший из крещения. Он однажды уже умер, поэтому ему должно навсегда оставаться мертвым для греха. Итак, если ты умер в крещении, оставайся мертвым, потому что всякий умерший не может уже грешить, а если ты грешишь, то уничижаешь дар Божий. Таким образом, потребовав от нас столь высокого любомудрия, апостол немедленно указывает и на награду, говоря «если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним». Хотя быть в общении с владыкой прежде всякой иной награды, да само по себе есть уже величайший венец. Но кроме его, говорит апостол, я предлагаю тебе другую награду. Какую же? Вечную жизнь. Веруем, говорит он, что если же мы умерли со Христом, то есть жить будем с ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Обрати опять внимание на искусство апостола. Как он раскрывает свою мысль от противоположного. Так как крест и смерть, естественно, приводили некоторых в страх, то он доказывает, что они именно и должны укреплять в надежде. Если Христос умер однажды, говорит Павел, то не подумай, что он смертен. Напротив, вследствие этого самого он пребывает бессмертным, так как смерть его была смертью смерти. И так как он умер, то и не умирает. Это и есть смертью. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Что значит греху? То есть сам по себе он не был повинен смерти, а умер за наш грех. Для того он и умер, чтобы истребить грех, подрезать ему жилы и отнять у него всю силу. Замечаешь ли ты, как апостол устрашил? Если Христос не умирает в другой раз, то нет и второго крещения. А если нет второго крещения, то ты не должен иметь склонности ко греху. Все это апостол и говорит, восставая против думавших, что будем делать злое, чтобы получилось доброе, и пребудем в грехе, чтобы умножилась благодать. Желая с корнем уничтожить такое мнение, он и высказывает. «А что живет, то живет для Бога». То есть непрерывно, так что смерть не имеет уже над ним власти. Если Христос умер первой смертью, не будучи повинен смерти, а за грех других, тем более не умрет он ныне, истребивший грех. То же самое выразил Павел в послании к евреям, говоря, 9.26, что он явился и стал жертвою. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву за грехи многих, во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих его воспасения. Апостол показывает и силу жизни по Боге, и могущество греха. Силу жизни по Боге тем, что Христос уже не умрет, а могущество греха тем, что он побудил умереть безгрешного. Следовательно, как же он не погубит тех, которые действительно виновны? Потом, так как апостол беседовал о жизни Христовой, то чтобы кто-либо не сказал, какое это слова имеют отношение к нам, эти слова, он присовокупил далее стих 11. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Хорошо сказал, помышляйте, потому что пока невозможно представить видимым образом то, о чем он говорит. «О чем же мы должны помышлять, спросишь? Почитайте себя мертвыми для греха». То есть, живущий для Бога достигает всякой добродетели, имея своим споборником самого Иисуса. Это и значит «по Христе». Если Он воскресил нас мертвых, то тем более может поддержать нас, когда мы живем. «И так, да не царствует грех в смертном нашем теле, чтобы нам повиноваться Ему в похотях Его». Не сказал апостол, да не живет или да не действует плоть, но да не царствует грех, потому что Христос пришел не упразднить природу, но исправить волю. Затем показывая, что мы удерживаемся во власти порока, не силы или по необходимости, но добровольно, апостол не сказал, да не господствует, что указывал бы на принуждение, но да не царствует. Неуместно было бы руководимым в Царстве Небесное иметь царем грех и призываемым царствовать со Христом желать сделаться пленниками греха. Как нелепо было бы и то, если бы кто-нибудь, снявши с головы диодему, захотел быть рабом безумной женщины, убогой и одетой в рубище. Потом, так как тяжело победить грех, то смотри, как апостол и легкость показал, и в труде утешил, сказав, «в мертвенном теле вашем». Этим он дает понять, что подвиги временны и скоро прекращаются, а вместе напоминает нам о прежних злых делах и о корне смерти, так как сначала тело сделалось смертным через грех, но можно не грешить, имея смертное тело. Заметил ли ты все богатство Христовой благодати? Адам, еще не имея смертного тела, пал, а ты можешь быть увенчанным, получив в удел тело подверженное смерти. А каким образом, спросишь, царствует грех? Не собственные силы, но по твоей беспечности. Поэтому и сказал, да не царствует, и объясняет самый образ этого царствования, присовокупляет следующего слова, чтобы нам служить в его похотениях. Уступить телу все, даже и власть не составляет чести, но есть крайнее рабство и верх бесчестия. Когда оно делает, что желает, тогда бывает лишено всякой свободы. А когда встречает препятствие, тогда оно преимущественно сохраняет свое достоинство. И не передавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. 6.9. Итак, тело служит средством и для порока, и для добродетели. Подобно оружию, которую пользующиеся им пригодны на дела того и другого рода. 7. Так одним и тем же оружием защищается и воин, сражающийся за отечество, и разбойник, вооружающийся против граждан. Следовательно, вина падает не на оружие, а на того, кто употребляет его во зло. То же самое можно сказать о плоти, которая бывает тем или другим, не по собственной природе, а по расположению души. Когда ты с излишним вниманием смотришь на чужую красоту, то оружием неправды бывает глаз, не по собственной своей деятельности, потому что глазу свойственно смотреть, и не лукаво смотреть, но по лукавству управляющего им помысла. Если ты обуздал помысл, то и глаз сделается орудием правды. Тоже должно сказать о языке, о руках и всех прочих членах. И апостол хорошо наименовал грех неправдою. Кто грешит, тот поступает несправедливо или в отношении себя самого, или в отношении ближнего. Но гораздо больше в отношении себя, чем в отношении ближнего. Итак, отводя от порока, апостол ведет к добродетели и говорит, «Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Смотри, как он побуждает простыми наименованиями, там назвавший грех, а здесь Бога». Указав, как велико различие между царствующими, он лишил всякого извинения того воина, который оставил Бога и пожелал подчиниться царству греха. И не здесь только. Но и в следующих словах он раскрывает это, говоря, «как ожившего из мертвых». Этими словами он показывает гибельность греха и величие Божия дара. Представьте себе, говорит он, «каковы вы были прежде и каковы вы стали теперь? Кто же вы были? Мертвецы и погибшие такой гибелью, от которой не было никакой возможности избавиться, потому что не было никого, кто бы мог помочь вам. И какими же вы стали из тех мертвецов, живущими жизнью бессмертною? Через кого? Через всемогущего Бога. И так справедливо подчиниться Ему с таким усердием, какое свойственно сделавшимся из мертвых живыми. Но представьте себя Богу и члены ваши Богу в орудие праведности. Следовательно, тело не едет что-либо худое, если оно может сделать это оружием правды. Сказав же об оружии, апостол возвестил, что наступила тяжкая брань. Потому нам нужны крепкое вооружение, дух мужественный, хорошо сведущий в делах брани и такого рода. А всего нужнее вождь. Но вождь уже присутствует, будучи всегда готов для союза с нами, никогда не победимый. Он приготовил нам и крепкое оружие, требуется лишь от нас согласие, употреблять это оружие, как должно, под условием и вождю повиноваться и действовать оружием за Отечество. Итак, внушив нам столь великое, напомнив об оружии, битве и бранях, апостол опять воодушевляет воина и возбуждает в нем готовность, говоря, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. А если грех более уже не господствует над нами, то для чего апостол увещевал прежде, да не царствует грех в мертвенном теле вашем? Что значит эта речь? Здесь апостол мимоходом высказывает мысль, которую впоследствии должен раскрыть и обработать со всем искусством. Какая же это мысль? Тело наше до пришествия Христова было легко доступно греху, ведь после смерти в него вошло большое множество страстей, и потому оно сделалось крайне неспособным идти путем добродетели. Не было еще ни вспомоществующего духа, ни крещения могущего умертвить, но оно бежало подобно какому-то необузданному коню и часто грешило, потому что закон, хотя и предписывал, что нужно делать и чего не делать, не давал подвизающимся ничего, кроме словесного вещания. Когда же явился Христос, борьба сделалась легче. Потому нам, как получившим участие в большей помощи, назначены и более трудные подвиги. Почему Христос и сказал, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и парисеев, не войдете в Царствие Небесное. Впоследствии апостол говорит об этом яснее, а пока он здесь кратко намекает на это, показывая, что если мы не слишком подчинились греху, то он нас не одолеет. Ведь не один только закон повелевает, но и благодать, которая простила прежнее и укрепляет для будущего. Закон обещал венцы после трудов, а благодать сперва увенчала, а потом призвала к подвигам. Но, по моему мнению, здесь, разумеется, не целая жизнь верующего, а делается сравнение между крещением и законом, о чем апостол и говорит в другом месте, что буква убивает, а дух животворит. Закон обличает преступление, а благодать освобождает от него. Как закон обличая обнаруживает грех, так благодать прощая не позволяет оставаться под грехом. Так что ты в двояком отношении бываешь освобожден от власти греха, потому что, во-первых, не находишься под законом, и во-вторых, потому, что пользуешься благодатью. 610. Итак, после того, как апостол успокоил слушателя предыдущими словами, он опять утверждает его, предлагая увещание в виде возражения и говоря так, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Хотя сначала апостол на предложенный вопрос, как крайне неуместный, отвечает отрицанием, но потом переводит речь на увещание и доказывает, что легкость подвигов велика. говорит так, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Не говорю уже, рассуждает апостол о гиене, о тяжком будущем наказании, но о настоящем стыде, когда вы становитесь рабами, и при том рабами добровольными, рабами греха, и за такую награду, чтобы снова умереть. Если до крещения грех произвел телесную смерть и рано потребовало такого врачевания, что владыка всяческих принял смерть и таким образом разрушил зло, то чего не произведет грех, овладевший тобою, когда после столь великого дара и свободы ты снова и добровольно склонишься под его иго. Итак, не стремись в эту бездну, не предавайся добровольной греху. Во время войн часто воины сдаются и невольно, но здесь никто не победит тебя, если ты сам не сделаешься изменником. Потому, внушив надлежащим образом стыд, апостол устрашает и воздаяниями, и указывает на возмездие за дела того и другого рода, именно на праведность и смерть. Смерть не телесная, но гораздо более ужасная. В самом деле, если Христос боли уже не умрет, то кто разрушит эту смерть? Никто! Следовательно, необходимо вечно терпеть наказание и мучиться, так как не будет уже и чувственной смерти, как здесь, которая дала бы покой телу и разлучила его с душою, ибо последний враг истребится смерть. Отсюда наказание будет бессмертно. Но не то ожидает повинующихся Богу, а их наградой будет праведность и благо из нее произрастающее. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами, греха от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Престыдив рабством, устрашив и побудив воздаяниями, апостол опять ободряет слушателей напоминанием о благодеяниях. В настоящих словах он показывает, что они освободились от великих зол, что освободились несобственными силами и что будущее более приятно. Подобно тому, как кто-нибудь освободивший пленник от жестокого мучителя и убеждая не возвращаться к нему напоминает об ужасной его власти, так и Павел весьма ясно изображает минувшее бедствие, говоря и о благодарении Богу. Нужна была не человеческая сила, говорит он, чтобы освободить нас от всех тех зол, но благодарение Богу, который восхотел и возмог избавить нас. И прекрасно сказал апостол, послушание от сердца, то есть вы, не подверглись принуждению или насилии, но добровольно, по собственному расположению, отстали от греха. В этом заключается как похвала, так вместе и упрек. Если вы пришли добровольны, не подверглись никакому принуждению, то какое вы можете иметь извинение, какое оправдание, когда возвратитесь опять на прежнее. А потом, чтобы ты знал, что все это зависело не от их расположения, но и от Божьей благодати, апостол сказал, послушный от сердца превосокупил. когда предали предали всему образу учения, послушание от сердца показывает свободную волю, а слово предали намекает на помощь Божию. Какой же образ учения? Жить правильно и осмотрительно. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Апостол указывает здесь на два Божия дара. на освобождение от греха и порабощение правди, которая лучше всякой свободы. Бог поступил так же, как поступает например тот человек, который взявший сироту, уведенного варварами в их землю, не только освободил его от плена, но заменил ему с собой попечительного отца и возвел его на весьма высокое достоинство. Подобное случилось и с нами. Бог не только освободил нас от древних зол, но привел вангельскую жизнь, уравнял нам путь к совершеннейшей добродетели, после того, как отдал нас под защиту праведности, убил древнее зло, умертвил ветхого человека и руководил нас к бессмертной жизни. Итак, пребудем в этой жизни, как действительно живые, потому что многие, хотя по-видимому и дышат, и ходят, однако же находятся в состоянии более жалком, чем мертвые. 612. Ведь существуют различные роды мертвенности. Есть мертвенность телесная, по которой Авраам, будучи мертвым, не был мертвым, как и сказано, нет, он не Бог мертвых, но Бог живых. Есть мертвенность душевная, которую разумел Христос, говоря, оставьте мертвым погребать своих мертвецов. Есть и другая мертвенность, достойная похвалы, происходящая припосредствии любомудрия, которой говорит Павел, умертвите, члены ваши. Колоссянам 3.5. Наконец, есть мертвенность, производящая предыдущие, бывающие в крещении, как сказано. Ветхий наш человек распят, то есть умершлен. Итак, зная это, станем избегать того умершления, по которому мы, и будучи живыми, умираем, и не станем бояться того, по которому наступает общая смерть. А два другие рода умершления, из которых одно есть блаженное и дано Богом, а другое похвальное и зависит как от нас, так и от Бога. Мы изберем и с ревностью станем осуществлять. Одно из этих двух умершлений Давид ублажает, говоря, блаженное, кому оставлены беззакония. Псалом 31.1. А другое восхваляет Павел, говоря в послании Галатам, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Из другой же пары умершлений. Одно Христос называет достойным пренебрежения, говоря, не бойтесь убивающих тел, души же не могущих убить. А другое страшным, говоря, бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Итак, избегая гиенны, изберем для себя то умершление, которое ублажается и восхваляется, чтобы из других двух мертвенностей одной избегать, а другой бояться. Нет для нас никакой пользы видеть солнце, есть и пить, если жизнь наша не ознаменуется добрыми делами. В самом деле, скажи мне, какая польза, если царь облегся в порфиру, имеет при себе оружие, но не управляет ни одним подданным, а доступен всем, желающим оскорбить его и обидеть. Так и для христианина не будет никакой пользы, если он, имея веру и дар крещение, окажется подвержен всем страстям. В таком случае обиды будет больше и стыд сильнее. Как царь, обреченный диадемой, багреница, не только такой одеждой не прибавляет к своей чести, но собственным стыдом бесчестит ее, так и верующий, если ведет порочную жизнь, не только не внушит этим никакого к себе почтения, но еще сделается более смешным, которое без закона согрешили, без закона и погибнут, а те, которые в законе согрешили, по закону и осудятся. И в послании к евреям он говорит, отвершися законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь пикчайшему наказанию подобен будет тот, кто сына Божия попирает, и вполне естественно, так как я, говорит Христос, через крещение покорил тебе все страсти. Отчего же случилось, что ты оскорбил столь великий дар и сделал совместно одного другим? Я умертвил и похоронил прежние грехи твои, как червей. Зачем же ты породил другие? Ведь грехи хуже червей. Черви точат тело, а грехи повреждают душу и производят большее зловоние. Но мы не чувствуем этого, а потому и не спешим очистить душу. Пяти пьяный не замечает дурного запаха от испорченного вина, а непьяный хорошо это ощущает. Так и в отношении грехов живущий целомудренно с точности примечает их зловоние и нечистоту, а преданный предавший себя пороку, как бы страдая головой вследствие какого-то опьянения, не чувствует даже того, что он болен. Самое ужасное действие порока состоит в том, что впавшему в него он не дает видеть всю опасность собственной погибели. Напротив, валяясь в грязи, они воображают, будто наслаждаются благоуханиями, потому-то они и не могут освободиться, а будучи полно червей, гордятся точно украшены драгоценными каменьями. Они даже не желают истребить их надкармливают и разводят самих себе до тех пор, пока не передадут их червям будущего века, так как здешние приспешники будущих, а лучше не только приспешники, но родоначальники тех, никогда не умирающих червей, по сказанному червь их не умирает, они это возжигают и гиену, но никогда не угасающую. И так, чтобы этого не было и с нами, и сушим источник зол, угасим печь, исторгнем снизу корень порока, так как если худое дерево срубишь поверх земли, никакой не сделаешь пользы, потому что снизу останется корень порока, из которого опять пойдут худые отпрыски. Что же составляет корень зла? Узнай об этом от доброго садовника, который в точности знает это, ухаживает за духовным виноградником и возделывает целую вселенную. Что же называет он причиной всех зол? Страсть к деньгам, ибо корень всех зол, говорит он, есть серебролюбие. Отсюда битвы, вражда и войны, отсюда ссоры, брани, подозрения и обиды, отсюда убийства, воровства и гробокопательства. Вследствие серебролюбия не только города и области, но дороги, места обитаемые и необитаемые, горы, леса, овраги, словом, все полно крови и убийств. Зло это не щадит и море, но и там неистовствует со всем бешенством, так как морские разбойники постоянно совершают здесь нападения и изобретают новые способы грабежа. Вследствие серебролюбия извратились законы природы, поколебались союзы родства, рушились права самого бытия. 614. Власть денег вооружила руки не только против живых, но и против умерших. С серебролюбцами нельзя примириться и при посредстве смерти, и они разломавшие гробницы простирают злодейские руки к мертвым телам, и освободившегося от жизни не освобождают от злых своих умыслов. Что бы ты не встретил худого в доме или на торжеще, в судах, или в правительственных местах, царских чертогах, или где заметить, что зло все возникло из сребролюбия. Это именно это зло наполнено все кровью и убийствами. Оно вожгло пламень гиенны. Оно сделало так, что города стали ничем не лучше, но даже гораздо хуже пустыни. А тех, которые производят грабежи на дорогах, можно еще уберечься, так как они не всегда нападают. А те, которые делают то же самое среди городов, настолько хуже первых, насколько труднее от них уберечься, так как они со всей дерзостью отважаются на такие дела, какие первые производят скрытно. Сребролюбцы, привлекших в союз с собой те законы, которые постановлены с целью упразднения их лукавства, наполнили города множеством убийств и преступлений. Скажи мне, не убийствовали и не хуже ли еще убийства предать нищего голоду, вернуть его в тюрьму и вместе с голодом подвернуть его и мукам и бесчисленным истязаниям. Хотя ты не сам все это делаешь, но служишь причиной этого дела и совершаешь его больше тех, которые тебе служат. Убийца однажды вонзает меч и, причинив кратковременную боль, не продолжает далее мучений, а ты, делая своими клеветами, оскорблениями и злоумышлениями и самый свет для него и заставляет тысячу раз желать смерти. Подумай, сколько причиняешь ему смертей вместо одной? И хуже всего то, что ты грабишь и лихаимствуй не потому, чтобы тебя угнетала нищета и понуждал голод, но для того, чтобы больше вызвать эту зу коня, кровлю на доме и капители у столбов. И какой не может быть достойной гиены все это, когда ты брата, который вместе с тобой сделался участником неизреченных благ и столько почтен от владыки твоего, сдергаешь в бесчисленные бедствия, чтобы украсить камни, помост и бессловесных животных, не сознающих этого украшения. И собака у тебя на большем попечении, а человеку лучше сказать Христос ради собаки и всего сказанного осуждается на крайний голод. Что хуже такого безразличия, что ужаснее такого беззакония, сколько будет потребно огненных рек для такой души, сотворенной по образу Божию. Стоит обеспечен следствие твоего бесчеловечия, а головы мулов, везущих твою жену, сияют обильным золотом, а также покровы и деревянные принадлежности балдахина, если нужно сделать стул или подножие, все делается из золота и серебра, а то, для кого Христос сошел с неба и пролил драгоценную кровь, вследствие твоего корыстолюбия не имеет у себя самой необходимой пищи. Твои ложи отовсюду обложены серебром, а тела святых лишены и необходимого покрова. Для тебя, Христос, маловажнее всего и слуг, и мулов, и ложа, и стула, и подножия. Не говори уже о других бесчестнейших вещах, предоставляя вам самим подумать о том. Если же ты, слыша это, приходишь в ужас, то перестань так поступать и сказанное нисколько тебе не повредит. Перестань, удержись от этого безумия. Явное ведь безумие заботиться об этом. Потому оставив это, возведем наконец когда-нибудь свои взоры на небо, вспомним о будущем дне, помыслим о страшном суде, о строгом отчете, о неподкупном приговоре, помыслим, что Бог все это видит, и однако же не посылает на нас молний свыше, хотя дела наши не молний только достойны. Но Он и этого не делает. Ни море на нас не воздвигает, ни земли среди не разверзает, ни солнце не погашает, ни небо со звездами не повелевает пасть. Словом сказать, ничего не изменяет, но оставляет, чтобы вся тварь оставалась в порядке и служила нам. Итак, помыслив об этом, возблагоговеем перед величием его человеколюбия и возвратимся к своему благородству, потому что ныне мы являемся нисколько не лучше, но еще хуже бессловесных, и они любят сродное с ними и довольствуются общностью природы для взаимной склонности друг к другу, а ты, имея кроме общей природы еще тысячи побуждений быть в тесном союзе с собственными своими членами, именно одарение разумом, участие в благочестии, общение в бесчисленных благах, сделався однако грубее бессловесных животных, а обнаруживаешь большую заботу о вещах бесполезных и пренебрегаешь храмами божьими, которые погибают от голода и ноготы, и даже часто сам подвергаешься тысячам бедствий. Если ты поступаешь так из словолюбия, то надлежало бы тебе позаботиться о брате больше, чем о лошади, ведь чем лучше пользуешься твоим благодеянием, тем прекраснее сплетается тебе венец за твое усердие, а теперь, поступая совершенно иначе, ты не чувствуешь, что вооружаешь против себя тысячи обвинителей. Кто не скажет о тебе худо, кто не обвинить тебя в крайней жестокости человека ненавистничестве, видя, что ты унижаешь человеческий род и ценишь бессловесных выше людей, а вместе с бессловесными и свой дом, и домашнюю утварь. Разве ты не слышал, как апостолы говорили, что первые принявшие учения продавали домы и имения, чтобы кормить братью, а ты и у других отнимаешь домы и угодишь, чтобы украсив лошадь, деревья, покровы, стены, помост, а хуже еще то, что не только мужчины, но и женщины страдают этим безумием, вовлекают мужчин в большие напрасные труды и весьма часто принуждают их тратиться на все пустое больше, чем на необходимое. А если кто-нибудь обличает их в этом, они выдумывают оправдание достойно всякого осуждения. И то, и это бывает, говорят они. Что ты говоришь? Неужели ты не боишься это произносить, ставя общущего Христа наряду с лошадями, мулами, ложами и подножками? А лучше сказать, и не наряду, но большей части отдаешь другим, а Христу уделяешь едва и малую долю. Разве ты не знаешь, что все принадлежит Ему и ты сам, и все, что у тебя? Разве не знаешь, что Он образовал тело, даровал душу, дал, вудел весь мир, а ты не даешь взамен этого и малого воздаяния? Если ты отдаешь в наем и небольшой домик, то с большой точностью требуешь за него плату. А теперь, пользуясь всем творением Божиим и обитая в столь великом мире, не соглашаешься заплатить и малой цены, но и самого себя, и все, что имеешь, отдал жертву тщеславию, от которого все это и зависит. Ведь конь, украшенный таким нарядом, не может от этого сделать все лучше в своем достоинстве, а также и сидящий на коне человек, который иногда даже и теряет в своем достоинстве. Ведь многие, оставив без внимания седока, обращают взоры на убранство коня, на слуг, идущих спереди и сзади, и важно выступающих. А того, кого они сопровождают, многие ненавидят и смотрят, как на общественного врага. это не бывает, когда ты украшаешь свою душу, но и люди ангелы, и сам владыка ангелов, все сплетают тебе венец. Таким образом, если любишь славу, удержись от того, что делаешь ныне, и не дом, но душу украшай, чтобы сделать знаменитым и славным. Теперь же ничего не может быть ниже тебя, выставляющего на показ красоту дома и имеющего совершенно пустую душу. Если же ты не выносишь слов моих, послушай, что сделал один из язычников и постудись их любомудрия. Рассказывает, что один из них, войдя в великолепный дом, блиставший обильным золотом и сиявший красотой мрамора и колонн, когда увидел, что весь пол в доме устан коврами, плюнул в лицо хозяину дома. Потом в ответ на упрек он сказал, что так как ни на каком другом месте дома нельзя было этого сделать, он и вынужден был унести обиду лицу хозяина. Видишь ли, как смешон человек, украшающий наружность, и как презирает его всякие, у кого только есть ум. И вполне справедливо, ведь если бы кто-нибудь заставил жену твою ходить в рубище и быть в пренебрежении, а служанок одел вспышные одежды, то ты, конечно, не перенес бы этого равнодушия, но разгневался и такой поступок назвал бы крайней обидою. Так помышляй и о душе. Когда ты украшаешь стены, пол, домашний утварь и все прочее, то не подаешь щедрой милостыни, не упражняешься и в других делах любомудрие, тогда и ты поступаешь точно так же и даже гораздо хуже. Ведь между рабой и госпожой нет различия, но между душой и плотью большое, а если между душой и плотью велико различие, то гораздо больше между душой и домом, между душой и ложем и подножкой. Итак, какого извинения ты можешь быть достоин, когда все это богато покрываешь серебром, а не обращаешь внимание на то, что душа твоя одета в рубище, неопрятно томится голодом, покрыта ранами и терзается тысячами псов. И когда при всем этом ты еще думаешь, хвалиться украшением наружных вещей, это верх безумия величать такими делами тому, кто осмеян, поруган, обезображен, обесчищен и подпал к самому ужасному наказанию. потому, моляю, размыслив обо всем этом, наконец, отрезимся, придем в себя и это украшение совне перенесем на душу. Тогда такое украшение будет прочным, а нас соделает равными ангелам и доставит нам непреложное благо, которое будет дано достигнуть всем нам благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.